В глине они жили достойно, довольно-таки. По крайней мере, на жизнь хватало и на хлеб. Вот один раз попробовала, в руки взяла я глину и все, поняла, что это, наверное, мое. Это то, без чего я просто свою жизнь не представляю. Чтоб сцепилось хорошо. Наше желание с этим. Ну и плюс, если... Время Советского Союза все это раздушилось, затопталось, потеряло свою какую-то ценность и значимость. То есть теперь, слава Богу, у нас уж как бы вернулись к своим истокам, к своим корням. И вот это все возрождается. И людям интересно. Людям интересно. То есть, слава Богу, это все не забылось вообще до конца. А все-таки где-то, наверное, душа человеческая еще не умерла. Люди заворуживаются до неколешнего. Вот, видите, телефонуют мне бабулечке с соседней везки и просят горшочка, як неколе. Видите, они уже на пенсии думают им. Они же вспоминают свое жице, неколешнее. И вот съел бы той капусточки, якая тушилася в горшочку таким. И вспоминают свое жице, як неколи их мама готовила, як я не жили. И люди заворачиваются. Заворачиваются до этого и тем более, что экологично будешь. Скажем так, экологично. Будь чистая посуда, скажем, для здоровья. Начали с игрушки. Мы с игрушкой, потом уже там были такие, может быть, были такие зрелые, пошли работы, скажем так. Вот. Ну, работала очень долго, просто на уровне кружка, кружковой работы. Как мастер я не реализовалась очень долго. А это Акаринка, это же как бы маленькая дудочка, скажем. Вот. Она уже, на ней уже можно играть какую-то мелодию. Акаринка. Круто-минк.